сегодня у меня в распаковке вот такая красивая палитра пряжи пряжа интересная я приглядела ее наверно полгода назад а сегодня я планирую связать из нее образцы и хорошенько над ними по издеваться ну как по издеваться в хорошем смысле этого слова так что кому интересно что будет с образцами наливайте себе чай кофе присаживайтесь поудобнее будет интересно всем привет с вами юлия и мой факультет рукоделия и так достала я наших подопытных так сказать кроликов из упаковки чтобы упаковка нам больше не шуршала и не мешала слушать и на обзоре у нас с вами будет несколько артикулов пряжи под брендом artland как я уже сказала эту пряжу я приглядела еще полгода назад я просто искала магазин поближе так сказать расположенный ко мне территориально и нашла в екатеринбурге сайт пряжа урал точка ру где я успешно полгода назад наложила в корзину вот этих вот артикулов и собиралась заказать но как вы понимаете весной сезон заканчивается и вот такая пряжа ну так сказать становилась не актуальна и я думаю ну ладно потом так и не заказала а буквально неделю назад увидела на балбис знакомые этикеточки ну конечно же положила их к себе в корзину все-таки как удобно сейчас с компаниями озон валбрис другие маркетплейсы какие-то так быстро все приходит к тебе домой и в принципе доставка получается бесплатная и конечно же на marketplace ах получается купить подешевле чем в каком-то магазине на сайте потому что там плюсом будет еще доставка однозначно и так что же у нас сегодня будет на обзоре несколько артикулов в каждый из артикула входит пух норки насколько я поняла это пряжа изготовлена по заказу вот этого бренда artland производится на в китае но производится на итальянском оборудовании это я вычитала в карточке товара кстати вы сейчас назову какие у меня здесь оттенки вообще цветовая палитра очень даже неплохая и вот у нас первый моточек я беру называется он если в переводе норка элитного качества то есть здесь 70 процентов норки и 30 процентов нейлона и здесь указано что благодаря специальному составу не требует использования добавочной нити вот этот вот оттенок 49 голубой здесь серый меланж 36 то есть если посмотрите на в адрес там в принципе очень огромное количество оттенков данной пряжи следующий артикл называется бинз я надеюсь что я правильно читаю его здесь в составе 40 процент 45 процентов норка 20 мериносовая шерсть 5 процентов шелк 30 нейлон и длинный ворс состав этой ниточки входит люрекс как вы видите поблескивает пряжа да если надеюсь туда видно видно через камеру смотрю и мало того что просто люрекс тут еще есть в этой люрексовой ниточки шишибрике вот он нашла они встречаются достаточно редко то есть это не будет выглядеть вульгарно но вот такие вот утолщение вот этих вот ниточек блестящих вот такие вкрапления есть думаю будет смотреться очень интересно это темно-лиловый оттенок номер 25 а здесь 24 ярко-голубой в общем ну шикарные цвета мне очень нравится дальше у нас с еще два артикула это монро и глори монро у нас значит здесь содержит люрексовую ниточку дав цвет пряжи и плюс пайетки вот такие вот малюсенькие микроскопические пайетки то есть они тоже так томно поблескивают очень эффектно выглядят по составу здесь не на самый интересный состав 30 процентов пух енота 20 процентов кролик 20 процентов вискозный шелк 20 процентов нейлон пять процентов металлик и пять процентов пайетки вот такой вот состав и так я бы сказала плохо поменьше чем в остальных артикулах артикул glory так из чего он у нас состоит здесь у нас пять процентов металлик то есть здесь точно также у нас переплетена с основной ниточкой нить люрексом дальше 10 процентов нейлон 10 процентов соболь и 75 процентов норки и вы знаете вот тут написано супер длинный ворс не могу сказать вам какой-то номер цвета потому что не указаны ни там ни там вот на этих есть а тут почему-то не указали именно на этикетках то есть кому интересно и важно получить именно вот этот оттенок найти я посмотрю в комментариях напишите я вам отвечу я уже предварительно посмотрела какой номер спицы рекомендует производитель достала подходящие спицы то есть на всех упаковках указан размер спиц от двух с половиной до трех то есть я взяла 275 серединочку несмотря на то что толщина нить которая указана на тех же упаковках отличается то есть у монро в 50 граммах 200 метров у glory и бинс 240 метров а у пухонорки 360 метров но везде указаны одни и те же спицы поэтому ничего не буду придумывать взяла одни спицы ими буду вязать свои образцы я надеюсь справиться побыстрее со своими образцами для вас это конечно же будет одна секунда не переключайтесь смотрите какая у меня получилась красота сейчас покажу поближе каждый из образцов и мы пойдем с вами над ними издеваться и смываться и так glory вы знаете я не вижу через камеру поблескивания люрекса я бы сказала что прям благородное такое поблескивание если еще выйдет здесь достаточно много ворсу как указано на этикетке так то уже видите вот тут очень даже хорошо наверно надо было на черное на что-то мне навестись давайте попробуем вот так вот вот видите сколько уже ворса вышло смотрите я сейчас вернее я это уже сделал я беру вот такие вот листочки обвожу каждый образец на этом листочке для того чтобы для того чтобы мне знать потом изменил свое свои размеры образец или нет но и здесь вот параметры вот этого образца у меня записаны значит 50 петель сам образец в ширину ряды не считала простите в общем нечего было лень в 50 граммах 240 метрах я об этом уже сказала спицы от двух с половиной до трех образец получился 10 грамм для чего я их взвесила для того чтобы потом прикинуть на какое изделие сколько уйдет пряжи вот специально связала большие чтобы были более интересные расчеты почему же не передает камера блеск какой он красивый знаете поблескивает так как будто бы снежок когда она на солнышке блестит вот примерно такое поблескивание следующий образец монро точно так же как вы видите да я приложила его на листочек все здесь обвела давайте об этом уже больше не буду говорить образец у меня получился точно также на 50 петель рядов не знаю сколько 13 грамм измерять буду потом когда уже в этого пройдет в 2 в 50 граммах в матке 200 метрах у нас но про спицы я уже сказала состав это тоже я вам перечисляла и вот здесь я вижу что поблескивает пайет очки посмотрите как это красиво смотрится такое благородное поблескивание как сейчас модно чтобы где-то что-то чуть-чуть сверкала вообще пряжа цвет оттенка пряжи но я заказывал конечно же для себя оттенки которые подходят именно моему цветотипу вот поэтому для кого-то это фиолетовый цвет будет слишком ярок для меня это самое то и в принципе вот сейчас я вижу он передается таким какой он есть на самом деле в общем красота следующий вариант это у нас бинс да и помните в бинс у нас шишибрики из вот этой вот люрексовой ниточки здесь образец у меня получился 10 грамм и вот посмотрите как выглядят вот эти шишибрики сама люрексовая ниточка не в тон ткани а такая мультикалорная и прям мне очень нравится как сочетается именно оттенок пряжи вот с этими с этими блестящими ниточками с и с этими шишибриками понравилось мне и вязать из этой пряжи но вы сами видите везде и петельки ровные и такое удовольствие доставляет именно вязание этих ниточек и четвертый образец это наша элитная норочка самый тонкий самая тонкая толщина нити из из представленных 360 метров и вот этот образец получился всего 6 грамм вот прям вижу какую можно связать невесомую и теплую кофточку ладно молчу пока после этого еще потрогаем пощупаем посмотрим что получится единственное что ну вот пока на данный момент до этого я бы может быть взяла спицы еще чуть тоньше хотя бы два с половиной может быть даже и двоечку но смотря для какого изделия опять же то есть если это например какой-то палантин то можно взять и тройку чтобы он был такой пушистый в общем пока не будем забегать вперед все-таки давайте посмотрим что получится после этого итак первое испытание я хочу обработать образцы баропаром для того чтобы вот эти вот все закругленные края у меня перестали закругляться и посмотрим помогло ли пряжи распушиться посильнее вот эта обработка паром или нет то есть поехали итак петельки подравнялись точно насчет пушистости может быть даже попушистись то не знаю утверждать не буду точно вот сделаю сейчас фотография на каждом этапе еще решила делать фото вот здесь нет мне кажется тут больше больше пуха не стало вот здесь вот вот пушок он есть но он и был вот в общем пойду сейчас фотографирую и дальше пойдем стирать следующий этап наших испытаний это стирка на каждом на каждой этикетке каждого артикула написано стирка от 30 до 40 градусов вот я налила воду 40 градусов специально по максимуму берем вообще когда я стираю вручную я у образцов не обрываю ниточки это в принципе позволяет потом без отрыва нити до использовать если вдруг пряжи немножечко не хватит пряжу которая ушла на образец то есть я этот моточек оставляю напоследок и если мне не хватило я распускаю образец хотя редко такое случается но жалко обрывать нить сегодня мы будем тестировать эти образцы и в машине поэтому ниточки оборваны вот смотрите у нас ровно 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 40 градусов и мне интересно как поведут себя артикулы с яркими оттенками вот прям с них и начнем наверное да если он полиняет то уже стирать нечего будет придется другой вот наводить итак я использую средства и клан это концентрированное средство которое в принципе не требует полоскания но очень хорошо влияет на то чтобы расщепить вот эти вот всякие промышленные пропитки пряжи ну что с богом поехали идеально вода чистая вода чистая все классно отжимаю вода остается как было так и остается чистой прозрачный класс пряжи не линяет в чем мне очень хотелось убедиться то есть сейчас я точно также сюда отправлю все остальные образцы я думаю что вряд ли они полиняют раз уж самый яркий не отдал свою красочку да то все остальные уж точно все пусть он немножко у меня тут помог нет но дальше вы сами знаете это все я разложу аккуратненько на полотенчика высох буду ждать когда это все высохнет то есть продолжу уже завтра но как всегда для вас это буквально одна секунда высушим образцы и посмотрим что у нас получилось по размерам изменился размер образцов или нет итак девочки смотрите после ручной стирки прикладываю образцы к тем шаблонам которые сделала после того как их связала и смотрим glory в ширину но можно сказать нет ширину совсем не изменился образец в длину на пол сантиметра сел это у нас бинс в ширину но если учесть что здесь подкрученные бака но чуть-чуть по пару миллиметров не будем это даже брать в учет а вот высоту образец сел ну наверное почти на сантиметр чуть больше чем glory так девочки смотрите пух норки можно сказать не изменился ну где то вот все на миллиметрик ну я бы сказала что он просто подравнялся по своим краям да то есть стал поровнее петельки выровнялись и сам образец точно так же в общем без изменений пух норки я отмечаю и монро остается монро так опять же вот эти вот наши закрученные края как бы я до стирки их не отпаривала это не помогло то есть только в процессе отпарила не держится но тоже сказала бы что здесь просто закрученные играть края и по бокам нет никаких изменений и по высоте ну совсем чуть-чуть ну пол пол сантиметра наверно то есть по высоте у нас есть небольшие изменения у монро у бинс и у glory пух норки ну по крайней мере в моем случае остался без изменений по поводу пушистости ну вот посмотрите мне кажется чуть больше стало плохо но не так чтобы прям сильно 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 отличалась вот все вам на фоне компьютера показываю этот образец у нас как всегда пуха не очень много насчет того насколько вылазит пух ну да теряется немного пуха но говорю это не критично то есть я работала с норкой я знаю сколько может вылазить ухо из норки то есть вот посмотрите вытаскиваю в принципе он весь держится за плотно и теперь отправим образцы в стиральную машинку девчонки если я и рискую стирать вязаные изделия в машинке то обязательно стираю их в чехле то есть я отправляю в чехол сейчас свои образцы все вместе я убедилась что они не полиняют поставлю также им температуру 40 градусов и обороты 800 так как в карточке товара написано что вот чтобы пух хорошо вышел пряжа чтоб раскрылась необходимо вот провести такие процедуры вот так что если вы свои вязаные изделия хотите стирать на машине то то же самое делаете с образцами сначала стирайте в машине а потом уже делайте все расчеты для того чтобы связать изделие которое вы будете стирать в машине то есть если вы связали образец постирали его руками сделали измерение плотности и потом связали изделие после того вдруг решили что вы изделие будете стирать в машине ну готовьтесь могут случиться какие-то казусы то есть если мы будем стирать изделие в машине то и с образцом мы работаем сначала стираем в машине и уже смотрим что с ним происходит все я понесла это в машинку 40 градусов режим шерсть 800 оборотов отжим и так шерсть 40 градусов отжим 800 оборотов так средства наливаю отправляют туда прямо к образцам сейчас покажу чем я буду стирать ну и нажимаю старт стирать я буду как гелем ван дер лап для деликатной стирки мне он очень нравится я часто использую именно для изделий из шерсти итак давайте начнем с размеров раз уж я пообещала то есть смотрите я сказала после машинной стирки еще чуть-чуть наверное каждый образец все-таки подсел но может быть не настолько и много но еще чуть-чуть буквально добавилась в каждом из образцов да вот видите вот здесь здесь чуть больше пол сантиметра здесь ну сантиметр где-то и по другим точно так же вот бинц бинц вот видите получается ну тут чуть-чуть загнута здесь загнута все-таки усадочку слегка пряжа дала то есть почему такое происходит потому что петельки друг дружки пододвинулись видите просветов совсем можно сказать нет они такие распушились раз подвигали друг друга здесь может быть где-то присели поэтому происходит такая небольшая деформация так и последний образец я так чтобы вы все-таки увидели да вот видите слегка если тут под раскрутить но все равно вот по бокам тоже все-таки произошла небольшая усадка вот это нормально просто не забывайте вот так вот когда связали образец обрисовать его и потом после вы то сверить размер с исходным для того чтобы вы знали что произойдет с вашим изделием о том что мы делаем расчеты по тому образцу который прошел в этого я думаю все знают и помнят да но если мы не будем знать дал ли образец усадку мы с вами можем например сделать расчет потом вязать изделие примерять его и думать что-то как-то большевата изделие почему так происходит я же вроде бы все посчитала правильно вот начинаем корректировать если еще не дай бог до уменьшили свои размеры что-то там перевязали а потом постирали и в итоге получилось маленькое изделие поэтому держим голове что ваш образец стал усадку и предполагаем что после этого изделия все встанет на свои места и так девчонки закончились испытания пора подводить итоги и хотелось бы какого-то фаворита наверное вычислить среди вот этих вот красивейших комочков но я даже не знаю кому отдать предпочтение все варианты мне нравится мне понравилось с ними работать мне понравилось насколько какая нежнятина из них вышла да я сейчас вставлю коллажи из фотографии и где я фотографировала на каждом этапе эти образцы и вы сами увидите как раскрывалась пряжа как выходил пушок где его больше где его меньше в образце пряжи монро конечно же пушочек минимальные но она такая благородная приятная и в принципе это та пряжа которая пойдет которую можно брать на изделие и носить на близко к телу до так сказать первым слоем вот про норку многие говорят что норка колется согласно наверное да потому что ну вот кто-то жалуется шапку поносил все лоб чешется невозможно я тоже ощущаю что у меня почесывается от шапки от но и из норки но я спокойно к этому отношусь мне норка нравится мне нравится этот пушок по количеству пуха дальше у бинс более-менее такой пушок вышел благородный красивый у норки шикарный пух раскрылся до достаточно длинные красивые и конечно же вот здесь вот прям если посмотреть то это это просто вот как как шубку надел вот такой вот пушочек здесь вышел и это смотрится конечно же невероятно красиво я вам еще обещала посчитать примерный расход по этим образцам то есть имейте ввиду что я вязала спицами 275 да и какие-то образцы может быть вам захочется взять спицы побольше какие-то поменьше ну вот я говорила про образец из норки что хочется взять спицы меньшего размера вот сейчас после этого я это уже не скажу мне нравится вот это вот воздушная легкость вот это вот красота этот как он драпируется вот этот образец прямо шикарный я бы сказала и вот если говорить о пухе норки первое что приходит в голову это вот прям связать вот такой вот тоненький нежнейший палантин и если мы говорим о том чтобы вот но я прикинула 50 сантиметров шириной полтора метра длиной палантин на такую палатину уйдет примерно грамм 180 то есть если к нему еще связать в две ниточки например такую небольшую шапку бени однослойную может быть даже там и на отворот останется то вот как раз упаковка из 5 мотков уйдет на такой гарнитур если мы говорим о плечевом изделии да например вот такая воздушная кофточка какая-то сейчас очень модно вязать всякие паутинки воздушные что-то из мохера вяжут такой полупрозрачная и вот вот такого же качества связать из данной норки то на размер где-то 44 46 такого полу прилегающего силуэта кофточку можно связать не сильно длинную упаковки 250 я думаю вполне хватит если мы говорим о шапках то шапка в один слой вот я тут даже нарисовала их в один слой такая просто бени без отворота это уйдет грамм 25 с отворотом 35 и двойная шапка вот на нее уйдет где-то примерно моточек пряжи вот так что здесь я вам сказала к палантину маленькая шапочка получится даже двойная если связать палантин 150 сантиметров длиной то есть вот мои примерные такие расчеты дальше следующий вариант это у нас бинс и вот пока я тут с образцами работала пока они у меня сохли я уже довязываю косынку она конечно же не влазит в объектив камеры вот такая вот длинная косынка в размахе она 180 где-то сантиметров и в глубину вот этот вот уголок ширина этой косынки до от уголка до основания примерно сантиметров около 60 то есть вот у меня ушло 3 ма . на эту косынку 2 матка я планирую пустить на шапку хотя принципе наверное еще останется и на варежке вот такой расход этой пряжи если мы говорим вот тут я считала отдельно для шапок то есть на шапку без отворота грамм 30 нужно с отворотом одинарная такая шапка уйдет 40 грамм на двойную шапку то есть понимаете да что я тут нарисовала там макушка там макушка тут она перри так сказать перегибается 60 грамм то есть чуть больше одного моточка уйдет на двойную шапку если мы говорим о плечевом изделия то но я не буду повторяться примерные размеры везде одни и те же считала то уйдет 350 грамм вот хотя тут зависит конечно же от того какую вы плотность вязания выберите какие спицы подберете насколько толстые или тонкие так в лоре и глори и глори это у нас но и это вот это вот у нас меховая красота про шапочки давайте также 30 грамм 40 грамм шапочка с отворотом 60 грамм шапочка двойная на плечевое изделие примерно уйдет до 150 грамм и монро то есть вот это вот пряжа которая у нас с пайетками про шапки если говорить 40 грамм на бине без отворота 55 грамм с отворотом и грамм 80 на двойную шапку если говорить о том чтобы вот я вижу прям из этой пряжи какой-то жилет красивой то жилет лицевой гладью такого тоже среднего прилегания не сильно оверсайз грамм 300 понадобится то есть одной упаковки не хватит придется брать чуть больше я надеюсь что мой обзор был для вас полезен напомню что брала я эти моточки на волдырь из постараюсь сейчас найти артикулу и оставить где-то в описании для вас и если вдруг не найдете пишите в комментариях задавайте вопросы может быть я забыла что-то сказать с удовольствием отвечу на ваши вопросы и девчонки еще хочу сказать про сайт который на котором я хотела в прошлом году заказывать пряжу вернее не в прошлом году полгода назад пряжа урал точка ро сайт называется он оптовый и там цены ну очень очень даже приятные там есть условия заказ должен быть на 10000 то есть если у вас есть с кем скооперироваться то в принципе можете зайти посмотреть но если конечно же вам нужен только один вид какой-то пряжи тогда удобнее взять это на волдырь из но у меня на этом все я желаю вам приятных рукодельных вечеров с вами была юлия и мой факультет рукоделия пока пока